здравствуйте дорогие друзья продолжаю тему воспитательный дом москве 4 серия вначале хочу поблагодарить всех кто помогает поддерживает канал и кто ждет мои видео несмотря на то что у меня вот такие перерывы большие но это тоже личные личные дела не все можно отложить некоторые требуют своего прямо прямо пристального внимания но тем не менее я продолжаю эту тему как всегда случайно я обнаружила в книге герцена было и дома вы знаете вот есть меня эти старые советские книги которые мы когда-то еще в школе проходили книги такие тяжелые в школе их читать не хотелось но они как-то остались и они дают подсказки и вот в этой книге я увидела фотографию ну как фотографию с картины этого места воспитательного дома 1812 года самое интересное то что я искала такую картинку в интернете ее нет а вот книжки печатная она оказалась это большая подсказка о том что все-таки засыпь произошел после 1812 года однозначно ну вот по моей версии это 1860 год и картинка подтверждает что 1812 году уровень земли в москве вокруг воспитательного дома и китай-города был другой ну ладно продолжаю да если китай-городская стена выглядит гораздо выше чем в конце 19 века 1970 годы до ее сноса еще на одной карте плане современный нам показывают что стена белого города идет по москворецкой набережной соединяется с китай-городской здрасте а куда же делся этот кусочек конце 18 века при екатерине 2 там же не было ничего либо часть этой стены моя версия использовалась как ограждение воспитательного дома потому что стены белого города уничтожила как раз таки екатерина то ли уничтожила то ли что там бомбила или что куда она их девала вот эти вот толстенные стены из белого камня хотя говорят что стена белого города сегодня она была сегодня говорят современные историки краеведа что она была из кирпича я не знаю тот кусок настоящей белой стены у меня есть фильм я успела заснять когда ее раскопали сейчас ее уже как бы спрятали но там белый камень там нет никакого кирпича это толстенная стена несколько метров и это белый камень и по всей видимости литой камень посмотрите мой фильм стена белого города это уникальное видео в свою своей области потому что ну вот я успела это показать я успела это заснять и все вот этого больше нет потому что ее уже убрали с глаз и уже сделали по-другому сделали такой антураж прикрасили приукрасили и совершенно все это не так выглядит как это выглядело изначально вот это мой фильм 2017 года сейчас там сделана площадка на бульварном кольце от покровки прогулочная такая площадка сделана и уже эта стена белого города она прикрыта здесь вы в этих кадрах в этом фильме увидите настоящую стену белого города которую обнаружили случайно когда стали делать подземную стоянку и наткнулись вот стали пробивать свои наткнулись на что-то такое и оказалось что это фрагмент стены белого города вот так она выглядела настоящие вот эти камни настоящие стены белого города довольно широкие несколько метров и эта стена на современном плане показано что она идет вдоль набережной москвы реки огораживает васильевский лук но на самом деле вот нам говорят что там был васильевский лук но на более ранних картах мы видим что там все застроено на сигизмундовом плане и на петровом чертеже там все застроено конец 16 века начало 17 века а при екатерине там якобы ничего не было был только один васильевский лук как это так получается что до екатерины здесь был жилой квартал густо заселенный квартал москвы огороженной стеной белого города а при екатерине здесь уже нет ничего и самой стены белого города уже при ней нет потому что известно исторически что именно она убирала стену белого города и делала бульвара якобы она создавала 1 бульвара хотела как в европе чтобы было у нас вот таким образом нам представляют эту историю но на старых картах 16 века мы видим что это густо заселенный квартал москвы куда он делся тогда в таком случае вопрос остается почему историки это как-то замяли почему них там оказались болот и васильевский лук когда до этого там был жилой квартал да и еще раз обращаю ваше внимание на то что ориентации север-юг она расположена на 45 градусов план изменен то есть конце 16 начале 17 века планы рисовались по-другому север-юг они были расположены на 45 градусов в отношении сегодняшней стрелки север-юг прежде чем перейти к следующему материалу информации по воспитательного дома хочу вам показать эту картинку она очень информативно интересны вот мы видим наполеон вот его полчища его солдаты его армия кремль у нас еще на стоит на месте еще не взорван потому что они взорвали башню ивана великого не взорвали часть кремля не все но взорвали очень много и вот на переднем плане у нас по всей видимости стена китай города полностью взорвана да вот фрагмент только один какой-то остается причем тоже вот непонятная дверь то ли здание какой-то туалет уже на территории на воспитательного дома но вот это вот по всей логике это должно быть заряди потому что вот это большой москворецкий мост на котором тоже французские солдаты находятся там далеке все говорит горит это остров балчук вот каменное здание да тем не менее кругом пожары здесь вот пока еще не везде вот на переднем плане у нас территория воспитательного дома мы видим фрагменты кирпичных стену как сталинград прям такой у нас сталинград все разрушено и вот он здесь сюда найти на эту разруху приходит но часть все-таки воспитательного дома она сохранилась как бы как бы основные корпуса сохранились это вспомогательные очень информативная картина и мне такое ощущение что я к ней в последующих фильмах этой темы еще вернусь на этом видео на переднем плане у нас оставшиеся стена китай-города и вот желтое здание которое по всей видимости было разрушено на переднем плане картинки вот между стеной белого города и вот этим разрушенным зданием стоит наполеон солдатами такое мое впечатление еще одна картинка изометрия но скорее всего она уже конца 19 века эта картинка хотя при нам предполагают ее что это где-нибудь первая половина 19 века почему я так говорю потому что здесь есть засыпанные окна они там действительно есть но засыпь произошел позже как вот даже по предварительным картинам стена китай-города еще до того как ее взорвали она очень высокая по сравнению с сегодняшним уровнем естественно мы не будем говорить ни о каком культурном слое потому что москва засыпана чистой глиной однородной чистой глины никаким культурным слоем поэтому я считаю что эта картинка уже второй половине 19 века может быть и 20 века может быть она вообще может быть она вообще современная но тем не менее здесь хорошо показан корпус главный корпус воспитательного дома карет но некоторые некоторые корпуса хотя их даже на первой половине 19 века должно быть больше здесь корпусов отстроена москва река раушская набережная у нас на противоположном берегу за яицкий монастырь и он существует это все остров балчик у нас идет и там дальше если идти то у нас будет новокузнецкая пятницкая вот где-то в этом районе а сегодня воспитательный дом вот так выглядит с раушской набережной то есть противоположной стороны москвы реки выглядит он очень мрачно набережная делается бесконечная там плитка перекладывается мы в курсе этого всего закрыт он какой-то черной тканью что в общем-то очень неприятное впечатление от этого видения оставляет обычно все-таки дома какой-то зеленой тканью закрывают которые реконструируют или что они там с ними делают а здесь вот черный вот зеленой ткани не нашлось после 1812 года у въездных ворот воспитательного дома со стороны улицы солянка были установлены скульптуры мастера эмпира ивана петровича витали аллегория воспитания и милосердия сегодня они закрыты то есть все на реставрации или на уничтожение поживем увидим а вот в нашу современность ах какое совпадение рядом через не широкую дорогу стоит церковь на стрелке так называемый на на стрелке и перед ней прям перед входом скульптура церетели погибшие дети в беслане как ангелы поднимаются в небо прямо напротив главного входа воспитательного дома не думаю что у них такие случайные расстановки что именно здесь поставили эту скульптуру погибшим детям беслана главный вход воспитательный дом фигура детей погибших в беслане и думаю что это случайное совпадение вот они улетают нет вот он вот прям так буквально напротив очевидно буквально не случайно потому что воспитательный дом имеет масонскую символику а элитка мировая она очень любит маленьких детишек она любит адренохром мы это уже выяснили сегодня многими блогерами в мире чудо остров остров детского спасения как сегодня говорят официальные экскурсоводы и историки но сейчас посмотрим разберем что за символа то что символы масонские это никто не скрывает это официальная информация если мы зайдем на масонский сайт увидим древний изначальный устав Мемфиса Мицраима пеликан видим египетские символы две колонны то есть это жрецы египта сюда нас отсылают по символике две колонны Буаз и Ехим это символика масонов хотя на самом деле это может быть была когда-то не символика масонов а просто это были знаки плюса и минуса связанные с электричеством но они все себе присвоили буквально все знаки вот у них тут и циркуль и линейка и наугольник ну и что 18 градус рыцарь орла или пеликана верховный князь Розенкрейцер Хиридума посмотрим рыцарь орла или пеликана перед приемом, перед посвящением в этот градус брат должен предстать патент рыцаря Востока князя Иерусалимского и рыцаря Востока и Запада затем ему должны быть зачитаны следующие условия с которыми он должен согласиться, чтобы быть принятым перед дверями капитула, первое условие он должен представить следующую петицию и стоя на коленях выслушать, как ее зачитывают капитула у нас капитализм это у нас римские и римское право и Египет тут у нас все отсюда идет элитка, мастера тут и булгаков у нас сразу мы вспомним мастера и Маргариту он обязуется быть крайне осторожным посвящение всей градус, дабы число посвященных не возрастало бесконечно и бесконтрольно если кандидат соглашается на все эти условия он допускается к приему и символика пеликан, разрывающий себе грудь, чтобы накормить птенцов она у них ассоциируется с Христом, который своей жертвой спасает человечество а здесь у них пеликан, который спасает человечество ну кто бы их просил, какое человечество их просило спасать вот таким образом все это прикрывается, все эти благородные моменты прикрывают на самом деле страшные вещи потому что даже если мы посмотрим на некоторые картинки вот она вот она символика воспитательного дома жертвенность пеликана, который разрывает себе грудь и кормит своей кровью птенцов и вот она, это жертвенность вот этого московского воспитательного дома только непонятно, почему эту эмблему поддерживают вот эти вот ангелы-дети ангелы-дети это символ умерших, погибших детей нарисованы они довольно реалистично и фигуры у них реалистичные, не символичные, а именно реалистично нарисованы ну как на скульптуре Церетели мальчик один светлый, другой просто русый вот эти погибшие дети поддерживают вот этот символ и нам тут рассказывается прям про милосердие может быть эти дети и стали жертвой и своей кровью кормят чьих-то там птенчиков вот этих пеликанчиков масонских я не знаю, потому что очень мрачная картина и символика вот этих детишек, она здесь не случайна но это вот одна такая картинка потому что потом они эту символику убрали потому что видимо не только у меня такие ассоциации возникают и возникает масса вопросов к этой эмблеме ну как и к самому воспитательному дому о чем информации будет чуть позже, много возможно и пятая часть у меня будет скорее всего в этой я все не помещу всю информацию, которую мне хочется с вами поделиться ну и что? на этой картинке есть и символы каких-то космических тел зачем они здесь? солнышко тут, вот какие-то может быть это луны, звездочка вот еще какая-то звездочка непонятная ну и вот эти погибшие дети и бочка тоже пока я не понимаю, зачем здесь нарисована бочка но я думаю, что со временем этот вопрос нам будет известен так что скульптура Церетеля с погибшими детьми Беслана как ангелочки улетают вверх и символика московского воспитательного дома они находятся рядышком поставлены эту скульптуру именно напротив главного входа воспитательного дома, думаю, не случайно так что масоны тут рулят, символику свою расставляют и знаки, которые они знают, они передают другому но я хочу сказать, что не надо их бояться а надо раскрывать их символики вот эти все таинственные общества их надо вскрывать и показывать они, вот все эти ребятки, они боятся света поэтому они все скрывают у них там всякие тайные общества именно потому что надо им скрывать от всего остального человечества, чем они занимаются если бы они занимались хорошими делами им бы нечего было скрывать ну а тут все вот так все засекречено все секретно секретно и какое-то отношение имеет к детям до казалось бы но вот прямое дети жертвы вот он московский воспитательный дом здесь у нас солянка вот стрелка главный вход есть должен быть воспитание милосердия скульптуры которые сейчас закрыта и по карте вот он выходит на памятник жертвам беслана просто вот практически на одну линию она даже здесь проведена эта линия линии главной дороги и вот стоит здесь этот памятник жертвам беслана этих детишек а напоследок я скажу то есть напоследок в этом в этой части в 4 части фильма про воспитательный дом я вам скажу одну очень интересную на мой взгляд историю эта картина василия григорьевича перова 1867 года обращаю внимание на датировку это как раз те самые датировки которые как я полагаю после глиняного засыпа дезактивации глины москвы после ядерных наземных взрывов возможно что это происходило в момент крымской войны возможно ну и так есть у нас эта картина и я возьму тексты официальные тексты историков экскурсоводов и искусство искусствоведов по этой картине и буду давать свои комментарии и так когда после сноса гостиницы россия вновь открылась панорама кремля стало ясно где происходит действие знаменитой картины перова утопленица перов утопленица напротив воспитательного дома василий григорьевич перов 1834 82 года известен многим его считают одним из главных мастеров реализма в русской живописи все помнят его тройку или чаепитие в мытищах критический реализм во всем своем блеске народ страдает священники жируют а детям приходится хуже всего опять-таки детям приходится детям-сиротам как правило приходится хуже всего но есть одна картина ее сюжет очень долго не оставлял художника перов создал картину в 1867 году в тот момент когда всеми обсуждался выпущенный годом ранее роман достоевского преступления и наказания художник не просто проникся произведениями классика которого на тот момент многие считали автором маргинальной литературы русский маркиз десад так про достоевского говорил например иван сергеевич тургенев перов увидел в романе писателя совсем другое не описание разврата а поиск веры произведение достоевского сыграли в жизни перова ведущую роль не случайно именно его кисти принадлежит лучший портрет писателя василий перов постоянно возвращается к своей картине утопленница за год до смерти он опубликовал рассказ по натуре фанне под номером 30 котором рассказал об истории создания полотна художнику нужен был труп молодой девушки за ним он отправился морг вот сейчас я вам расскажу прочитаю вернее эту историю историю этого полотна вот так сам перов описывал эту сцену мы пошли в третью комнату чтобы войти в нее нам нужно было подняться на несколько ступенек это было не комната скорее пустой полутемный чердак оказалось однако что это был и не чердак и не комната а просто ледник устроенный так внизу был ямник где лежал лед а над ним до щиты с большими щелями пол значит это все-таки не чердак это значит все-таки какой-то подвал и ступени наверняка вели вниз они вверх потому что ледник он может только внизу сохранять свою температуру то здесь уже нам по построили вот это вот уже вводят в заблуждение этим текстом я просто комментирую значит с большими щелями пол на которые клали трупы чтобы в летнее жаркое время трупы эти нескоро разлагались осмотревшись я ясно различил несколько покойников лежащих рядом и прикрытых простынями заверткин без церемонно начал сдергивать с них просто не приговаривая его сколько у нас красавиц то выбирайте ваши благородие которые вам были подходящие я указал на один труп показавшийся мне всех моложе вот эту бы сказал я слушаю проговорил заверткин и раздвигая ногой покойников направо налево прошел к указанному мною трупу взяв в охапку он взвалил кряхтя труп на плечо и пошел с ним из ледника прибавив свое неизбежное пожалуйте мы вернулись в комнату где лежали мои вещи заверткин нос свою ношу как мешок с овсом и остановясь спросил где прикажете положить я указал нагнувшись немного заверткин сбросил с плеча со всего размаха свою ношу на пол как-то ткнувшись головой и раскинув крестообразные руки труп грузно шлепнулся мягкий песчаный пол вот уже песчаный пол у них тут то есть это уже не чердак вот уже уже обманули в самом тексте продолжаю это был труп молодой и схудалой женщины длинная коса ее раскинулась по песку грудь обнажил и обнажилась рубашка завернулась выше колен я взглянул на нее и чуть не вскрикнул от изумления боже мой да это фанни с проституткой по имени фанни василий перов был знаком и раньше она позировала его учителю егору яковлевичу васильеву для образа девы марии дело в том что что писать богоматерь нужно было с обнаженной натуры а в середине 19 века найти натурщиц москве было почти невозможно поэтому у многих художников в городе даже обнаженных женских телах угадывались мужские черты мужчин стыда было меньше вот только васильева не хотела сделать как все нужно было создать нечто особенное насчет мужских тел я не знаю это возможно опять-таки прикид какой-то что здесь этим скрывается просто но не хочется разбираться но это тоже фраза сигналит сигналит о чем-то о чем-то сигналит я делаю намек на анну голубкину если вы мне напомните то возможно сделаю фильм пояснения по этой теме отдельно а сейчас мы продолжаем у мужчин стыда было меньше вот только васильева не хотела сделать как все нужно было создать нечто особенное они спировым долго ломали голову как поступить и в итоге решили пойти в бордель публичном доме нашли они модель ее звали фанни договорились о цене успешно прошло несколько сеансов но потом девушка узнала для создания какого образа она позирует это безумно оскорбила ее она считала что недостойна оставила художников прекратила сеансы вот как эту сцену описывает василий перов а она сидела не шевеляя ни одним мускулом затем как будто что-то вспомнив вдруг встала и ни на кого не глядя как была босая в одной рубашке пошла к двери мы ее удержали хотели опять было посадить на диван но она грубо нас оттолкнула и подойдя к тому месту где лежало ее платье порывисто начала одеваться руки и дрожали не скоро она могла застегнуть крючки и связать тесемки чулки надела наизнанку шляпу на бок и быстро подобрав под нее свои густые волосы не говоря ни слова опять пошла к двери это повествование много объясняет в итоге перова получилась картина у перова получилась совсем необычная социальная картина а нечто большее утопленница из рассказа о смерти превратилась в историю о бессмертии души но вот видите сейчас они нам тут все подтянут под это все под библейские сюжеты нужно обратить внимание на детали начнем с ботинок это то что описывают искусствоведы они новые символ не пройденного жизненного пути а я вам потом скажу свое впечатление еще один странный момент которого не было на эскизе на пальце покойницы мы видим обручальное кольцо так стоп тут есть что-то не то ведь это должна была быть история про несчастную проститутку которая утопилась не вынеся своего горя так откуда обручальное кольцо почему лицо несчастный совсем не напоминает лицо трупа выловленного из реки она молодой и красивой без следов тления еще несколько моментов из-под черного платья выступать края белоснежной юбки странно совсем не реалистично ведь труп вытаскивали из реки западок несчастны летят вороны один уже смотрит прямо на нее вороны утопленница фигуры городового образует собой треугольник наш взгляд из левого верхнего угла скользит до распростертого на земле тело а потом поднимается вверх правый верхний угол тут мы видим смысловой центр картины дым тянется на восток туда где восходит солнце дым из трубки городового смешивается с дымом из печной трубы и тут возникает ощущение что на картине есть свое внутреннее пространство здесь с дымом к восходящему солнцу отправляется и душа несчастный поэтому ее тело не выглядит как труп этой душа а не тело но поехала поехала души не коснулась тления тронутой истории проститутки фани которые за своей религиозности отказалась позировать для образа богородицы перов создал одну из лучших религиозных картин русской живописи это мы с вами прослушали статью сайта сайта а следующая фраза я ее нашла из фильма облюбование москвы там ведущий говорит так про эту картину здесь на устье яузы перед парапетом набережной напротив воспитательного дома на картине городовой слишком не чудотворец а девушка мертва это негатив перевертыш темы николы мокрого темы детского спасения и спасения на водах море житейское приносит порогу воспитательного дома труп вот это уже другое мнение и далее он говорит по преданию несчастно рожденных приносили к этим воротам в башнях сидели служащие воспитательного дома принимавший детей вот 4 приемных отделения 4 человека получается так много подкидышей в этом 1867 году или что-то около этого или о каком времени говорил сам перов никола мокрый это я поясняю находится рядом находился рядом в заряде за китай городской стены на которой тоже уже нет никола мокрый храм спасения на водах считается а как мы знаем из классики от остапа бендера спасение утопающих дело рук самих утопающих но никак не николы мокрого и так по картине перова утопленница нам поведали два мнения оба на библейские сюжета вот так его его трактуют только библейские сюжета ну а что еще можно трактовать а перов то был реалистом если вам внимательно и буквально посмотрим на сигнала который нам передал художник да еще дополнил своим текстом как он искал натурщицу и что придя морг ему принесли труп известной ему проститутки фанни с которой его учитель писал образ богородицы а сам перов наверное похаживал в эти дома терпимости вот если бы перов писал про душу уходящего в небо про библейские сюжеты он бы так и написал если бы он писал про николу мокрого и про море житейское он тоже так бы и написал сам о своем сюжете картины что он хотел сказать чтобы мы в будущем голову не ломали но что-то перов ничего такого не написал никаких библейских сюжетов а что же он написал на этой картине вот когда я взялась за изучение этой темы то выяснилось что детей подкидышей было очень много и смертность была огромная кстати не только в этом доме для сирот но и других домах сиротских они никогда не были переполнены именно из-за высокой смертности детей все эти романовские годы вплоть до революции и годы гражданской войны в российской империи которую мы потеряли по которой сейчас ноет всякие патриоты монархисты и правительство рф ставит памятники царям была разрешена проституция домов терпимости было очень много это чистая правда можете проверить эти данные если про это не говорят да нам говорят про хороших царей работа не было зачем много лишних людей по чубайсу и семёнычу женщины не считались за людей это был живой говорящий товар который можно использовать по своему хотенью насиловать использовать издеваться а детей рожденных никто не жалел они были никому не нужны и несли к таким домам бесхозных и как про них говорят несчастно рожденных то есть вот этот воспитательный дом москве для несчастно рожденных и сирот это якобы православие в силе до полна было ли оно в 19 веке при расцвете проституция и огромного количества сирот и несчастно рожденных но вернемся картине когда я стала заниматься этой темой продолжу мысль то я подумала здесь по логике должен быть крематорий потому что даже продажи детей и болезни они не справлялись с наплывом такого количества подброшенных детей потому что говорю четыре приемных пункта было четыре это же не случайно четыре это очень много и был это приемный пункт только со стороны реки никто не видел не слышал со стороны города солянки что здесь вообще происходило но вот должен быть крематорий и я таки его нашла на старых фотографиях так вот дымок от трубки полицейского и дымок какого-то здания как говорит автор статьи который я вам прочитала воспитательного дома и есть труба крематорий или намек на нее стоит это здание за высоким каменным ограждением сегодня она не сохранилась она стояла перед основным корпусом коры воспитательного дома вот она эта старая фотография воспитательный дом еще стоит плотная стена уже здание там стена ли это белого города было вот еще частично здесь уже нет ну вот вот здесь еще проглядывается здесь китайгородская стена одна башня разрушена да она уже не восстанавливалась после 1812 года либо крымской войны то есть вот она разрушена там даже какие-то то ли бойницы то ли окна там какие-то это китайгородская стена идет и вот он крематорий естественно он должен быть в таком учреждении это огромная площадь это целый это целый квартал специальных учреждений был здесь построен здесь было акушерство гинекологии здесь и родильные вспомогательные дома и опекунский совет и больница и вдовий дом тут оказывается был естественно что должна быть и покойницкая и должен быть крематорий есть обязательно при каждой больнице и здесь он тоже должен был быть про него нигде официально не сказано вообще ни слова нет нигде не найдете по крайней мере старых а вот из того что на сегодняшний момент возможно после моего фильма и начнет появляться эта информация но на фотографии он есть я так полагаю что вот это и есть труба крематория вот здесь он стоит и по картине первого в общем-то сходится если взять вот где-то она напротив входа на берегу реки под под набережной получается и река была засыпана глины то есть ее еще не освободили от глины уровень здесь после канала москва волга еще не поднялся она была засыпана вот где-то она здесь вот и и лежала и отсюда вот с этой стороны был виден он виден дыму который находит находит на дом то есть вот перспективой смотреть здесь его нету как бы здесь на этой фотографии никакого дымка нет сейчас поближе посмотрим вот она эта труба и набережная много людей которые здесь гуляют похоже на этой набережной вот еще одна фотография вот он здесь тоже хорошо виден труба крематория а что же это еще такой вот он дома а это что здесь ли чего такая большая труба скажите мне я так полагаю что это крематорий вот где-то здесь и происходило действие сейчас здесь вода на фотографии а на тот момент здесь была грязь вот глина и здесь и находилась это фанью утопленница которую рисовал перов так вот почему она здесь оказалась и почему он ее нарисовал какой сигнал он дал нам вот еще раз на картине это набережная вот это ограждение и вот с этой страны труба а вот стена ваш башбол это и города тоже разрушенная все правильно нарисовал он вообще грамотно все нарисовал это труба крематория а не какая-то труба из дыма так о чем тогда намек на что это если фаня здесь дорогая ну женщина который все-таки вот и кольцо обручальную нарисовал и обувь у нее новая еще что то то есть она принесла ребенка в дом ребенок сожжен в этом крематорий погиб может быть она пришла его проведать ну как вариант и утопилась после этого не выдержала он показал перов трагедию женщин 19 века трагедию женщин царской россии вот такое мое мнение и поэтому дымок этот вот она погибла и ребенок ее погиб потому что это находится у ворот воспитательного дома и ничего не может сделать этот полицейский сидит он такой умудренный тоже у него рваная довольно заштопанная шинелька полицмейстер или кто он там ну что ему делать никакой он неравнодушный как вы это равнодушно смотрит он неравнодушным усталый он усталый от этого всего и мы видим здесь вот еще красные кирпичи разрушены то есть вообще разрушение то он показал да вот кремль восстановили а китай городскую то стену не восстановили и крематорий работает вот он вам воспитательный дом серов нам дал подсказку что здесь происходило эта трагедия жизни не только фоне это в лице фоне это убитая русская женщина хотя он фоне назвал но женщина которая жила в 19 веке во второй половине 19 века да и ранее тоже когда создавались все эти сиротские якобы воспитательные дома якобы для презрения детей якобы для того чтобы они стали живы на самом деле капиталистов еще раз повторяю нету никакого милосердия плевать мы это видим сегодня по сегодняшнем дню что такое капитализм хотели получите вот мы теперь знаем что такое капитализм он только разворачивается а вот при царской россии он уже развернулся в полное свое рыло что называется вот она судьба вот вот это она вот такая вот судьба женщины в девятнадцатом веке вот о чем я хотел сказать это не конец по воспитательному дому это будет продолжение потому что уж надо эту тему тогда поднять ее полностью и так сказать чтобы она была интересна познавательно не просто какими-то урывками так что будет еще пятая часть надеюсь вам тоже было интересно делитесь этим видео в соцсетях благодарю вас за комментарии благодарю вас за поддержку канала всех вам благ с вами была галина конышева до свидания